По замыслу учений, рано утром произошло дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Большая Садовая. Заместитель главы администрации города Сергей Измайлов сообщил. Это произошло у нас в 6.30, поступило вводное о том, что произошло ДТП. Диспетчер получил сигнал, проинформировал руководителя города, главу города, представителя КЧС и оперативной службы города. Согласно полученной вводной, автомобилем КАМАЗ была сбита опорой высоковольтной линии электропередачи. Сотрудники госавтоинспекции и сослужива 112 получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, где грузовой автомобиль наехал на опору электроосвещения. Немедленно после получения сообщения сотрудники выдвинулись на место происшествия в составе двух экипажей ДПС, в результате чего был перекрыт подъезд к месту происшествия для блокирования проезда другого транспорта и проведения неотложных действий на месте. В результате ДТП произошло возгорание, а водитель оказался зажатым в кабине. Оперативными службами, которые прибыли на место, в кратчайшие сроки был ликвидирован условный очаг возгорания. После получения сигнала два автомобиля пожарно-спасательной части выехали на место происшествия. Один автомобиль потушил условный очаг пожара, и второе отделение второго автомобиля приступили к спасению пострадавшего из автомобиля. После выполнения мероприятий по освобождению пострадавшего водителя из транспортного средства ему была оказана первая медицинская помощь. Нам помогли сотрудники чрезвычайных ситуаций извлечь больного из очага. Далее мы приступили к своим обязанностям. Оказали помощь согласно стандартам. То есть первое это нужно было обезболить больного. Катетеризацию вены сделали. Вливали растворы необходимые для оказания помощи. И дальнейшее после оказания помощи доставка пострадавшего в ЦРБ. Обстановка была оценена со стороны коммунальных служб и предприняты необходимые действия. В данный момент на этих учениях наши действия не потребовались, потому что газопровод не был поврежден. Мы сегодня прибыли на ликвидацию аварии. По сбитой опоре ВЛ-35 кВт составит 4 человека и 2 единиц техники. У нас сейчас отключение электроэнергии произошло. Мы демонтируем опору ВЛ, заводим новую опору, восстанавливаем линию, ставим изолятор и включаем линию в работу. Так как авария была связана с отключением электроснабжения, а вследствие этого и теплоснабжения, учитывая низкие температуры окружающего воздуха, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение ввести на территории города режим ЧС. На базе ДК «Дружба» и в окоприемной комиссии был развернут пункт временного размещения, куда и произошла эвакуация жителей второго микрорайона. Для централизованной доставки людей был организован транспорт и горячее питание. При необходимости медицинская группа готова была оказать помощь, а мамы с детьми смогли разместиться в комнате матери и ребенка. Комната оборудована всем необходимым для приема матери с детьми. В состав группы комнаты матери и ребенка входит три человека, среди них врач, педиатр. Сегодня у нас было обращение, уже мама с ребенком обращалась к нам. У ребенка был поставлен диагноз ОРВИ и был он направлен в больницу в детское отделение Уваровской церкви. Глава города Владислав Денисов отметил важность проводимых учений. По его словам, отработка мероприятий всеми оперативными группами в ходе тренировок позволит быть готовыми и слаженно действовать в случае возникновения реальной угрозы. Мы задачу ставим в первую очередь ту, чтобы мы вместе смогли работать сплоченно и с учетом, еще раз подчеркиваю, профессионализма, на устранение тех ситуаций, которые, не дай бог, возникнут на территории города. Заместитель начальника отряда Федеральной противопожарной службы Алексей Кочерыгин подвел итог, что все оперативные службы, прибыв на место, своевременно и будучи укомплектованными, необходимыми аварийно-спасательными инструментами, с поставленными задачами справились. Первый этап учений был признан успешным. Ирина Мерзлякова, Елена Черыкова, Виктор Викторов. Наш город.